В Сургуте гуляли феи, а еще минотавры и самураи в сказочную страну на день превратился один из городских парков. Около полутора тысяч человек собрались на бал фей. Его проводят в городе с 2014 года. Это площадка для талантливых и творческих людей, на которой у создателей фэнтезийных костюмов есть возможность побороться за звание лучшего. Гостям праздника также нашлось чем заняться. Обо всем подробнее в сюжете моих коллег. Так, каркас из обычного провода, обтянутого обычными пакетами, обмотанными изолентой. Обычные подручные материалы, немного краски, декораций и фантазия лилии швец воплотилась в огромный головной убор-маску. Никаких эскизов сургутянка не делала и даже в книжке не подсматривала. Образ лесного духа, полная импровизация. На пошив платья и создание рогатой шляпы потратила около двух недель. Где-то отдых для души, отвлечься от серых страшных будней, ну и почувствовать себя как бы немного в сказке. Повсюду крылатые, хвостатые, рогатые на балу фей, эльфы, принцессы и минотавры. В обычные дни в таком наряде на улицу не выйти, но здесь они главные герои. Ими любуются и выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться. На них не взятые на прокат костюмы, все наряды сделаны вручную. Это настоящие соревнования среди творческих сургутян. Оценивают участников как профессиональных дизайнеров. Аккуратность, понятное дело, необычность образа и сама, как сказать, наполненность. То есть он должен быть таким гармоничным. То есть если, скажем, это шаман, то должно быть видно, что это шаман. И он должен находить отклик у гостей. То есть ты видишь, допустим, проходит дефиле, ты видишь, кто тебе реально понравился. Ну и да, здесь самые детальные, классные костюмы. Стать частью сказочного мира решили не только участники конкурса. В городском парке культуры и отдыха собрались сотни фантастических героев. Эмоции, положительные эмоции. Мы этим занимаемся, чтобы видеть улыбки других и этим подзаряжаться самим. Показать себя, чтобы все люди оценили так же, порадоваться этому мероприятию, походить, пообщаться с людьми. Красиво. Я люблю красоту. Я не общаюсь особо сильно с людьми, но то, что я вижу, это красиво. Ярмарка хендмейда, стрельба из лука и настоящие рыцарские турниры. Вот для всех желающих турнир с мягкими мечами и щитами. А это демонстрации исторических европейских боевых искусств. К примеру, по испанской и итальянской технике 17 века. Оказывается, тогда сражались сразу двумя видами оружия одновременно. Рапирой и дагой. А здесь экспозиция для желающих познакомиться с экипировкой российских воевод. Это уже развитое Средневековье. То есть, понимаете, это конец 13 века. И все войны уже велись всадническим образом. То есть, уже конный бой. Если посмотреть на доспех, он с фирической формы. То есть, все скошено. И если я его, ну, подержите, пожалуйста, его надену. То есть, складывается небольшая картинка. Конный всадник, закрывая щитом, наклоняет голову немного вперед, выставляет щит, удар копьем. Балфей объединяет творческих и талантливых людей в Сургуте с 2014 года. Ежегодно участников и количество площадок становится все больше. В этот раз стать частью сказочного мира решили около полутора тысяч человек. Леона Киемова, Юрий Чанцев, телекомпания «Югра», Сургут.